Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение. Считается, что вода в этот день обладает уникальными свойствами. Сегодня многие губкинские верующие приняли участие в торжественной службе, которая прошла в Свято-Никольском храме, в крестном ходе, и до самой поздней ночи будут окунаться в купеле. Одни искренне верят в то, что смогут получить от купания в крещенской воде пользу для души и тела. Другие, чего скрывать, отдают дань моде. Ну, а третий регулярно окунается в проруби и по праву считает себя моржами. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Действительно, купание в проруби считается отличным способом укрепления здоровья и повышения иммунитета. Но это серьезный стресс для организма. Как искупаться в крещенской проруби грамотно? И чего вообще можно ожидать от процедур с холодной водой? Об этом нам расскажет терапевт городской больницы Эльмира Гимбатовна Гимбатова. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, Эльмира Гимбатовна, вот сегодня хочется очень подробно и досконально поговорить. А помимо того, что праздник, да, очень большой, великий у нас, крещение, очень многие губкинцы в этот день с самого утра спешат буквально к реке Пякапур, чтобы окунуться в проруби. Расскажите, полезно это, вредно, опасно? И вообще можно? Конечно, можно, но данный вид, так скажем, оздоровления имеет ряд как противопоказаний, так и пользы. Помимо духовного оздоровления имеет ряд положительных эффектов на здоровье, соматическое здоровье, то есть повысить резистентность к простудным заболеваниям, на гормональную систему, вырабатываются гормоны радости, эндорфин, да, то есть даже вот эти вот секундные моменты радости, кто не хочет быть счастливым. А есть какой-то предел температурный какой-то, допустим, минус 35, это вот всё, нельзя уже погружать? Знаете, да, есть, и температурный предел намного выше, то есть минус 1. При температуре воды ниже минус 1, то есть не рекомендуется, да, да. И пребывание в такой воде имеет тоже рамки, не больше 30-40 секунд. А кто чаще погружается в прорубь, мужчины или женщины? Мужчины, да, всё-таки. Мужчины, да, мужчины. Ясно. А вот для детей погружение в прорубь опасно? Для детей не столько опасно, но не рекомендуется, потому что в период полового созревания доказано, что купание или ныряние в холодную воду вызывает гормональный стресс, то есть для детей подросткового возраста нежелательны эти процедуры. Как стоит готовиться вообще к этой процедуре? Подготовка необходима. Начинать нужно подготовку с лета. Для данного вида оздоровления, так скажем, необходимо проконсультироваться у врача, потому что существует ряд заболеваний, хронических заболеваний, острых заболеваний, которые являются противопоказанием абсолютным для этой процедуры. А с какими заболеваниями нельзя погружаться? Ну, это в первую очередь острые респираторные инфекции, обострение хронических инфекций, гаймориты, отиты, сердечно-сосудистые заболевания, это высокое давление, гипертоническая болезнь второй-третьей стадии, ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты, заболевания сосудов головного мозга, перенесенный инсульт, туберкулез, эндокринные заболевания. Абсолютно здоровый человек. А еще вот очень важный момент. Наверняка часто губкинцы в праздник, в крещение принимают некий допинг и направляются к реке Пекопу. Употребление алкоголя абсолютно противопоказано, ни в коем случае, потому что при погружении в холодную воду под алкогольным воздействием спазм сосудов, смерть может быть. Я вот не знаю, правда-неправда, говорят, что после купания в проруби люди не болеют. Были какие-то такие случаи, когда к вам обращались именно после этой процедуры? Эта процедура, если она правильно выполнена, то есть если человек уже систематично, регулярно является моржом, их так и называют моржи, очень важно, что повышает иммунитет не однократное погружение в воду, а систематичное, регулярное погружение в воду. И организм, иммунная система, она активируется, и простудные заболевания у таких людей минимизируются, то есть по минимуму. Они очень редко болеют простудными именно заболеваниями. Сердечно-сосудистая система улучшается, улучшается кровоснабжение сердца, потому что за счет погружения в воду периферическая кровеносная сеть сужается, и активируется кровоснабжение внутренних органов. Что нужно иметь при себе, когда человек собирается идти окунуться в прорубь? Необходимо перед тем, как погрузиться в воду, 10-минутная физическая нагрузка, это легкий бег, обтирание снегом, то есть ни в коем случае нельзя разделся и окунулся, то есть надо какая-то физическая нагрузка, чтобы разогреть тело. Погружаться в воду ни в коем случае нельзя с головой, необходимо надевать резиновую шапочку. Также уже отметила, что пребывание в воде не более 30-40 секунд, в зависимости от температурного режима воды. При выходе из воды нужно обтереться насухо тело, выпить чашечку горячего чая и также, ну и одеться. И советую тем людям, кто в первый раз попробовал морожевание и окунуться в холодную воду в празднике Крещенске, продолжить эту хорошую традицию в течение года регулярно, разрешается до двух раз в неделю, но не чаще, и в течение всего года. Спасибо огромное, мы желаем вам отличного настроения, хорошего дня, ну а мы продолжаем далее. Субтитры сделал DimaTorzok